итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и значит это третья часть прохождения игры гран туризма первая часть на playstation 1 на прошлой части мы получили такие лицензии класса не без труда было несколько провалов чем смогли и одолеть а сейчас займемся плотную международной лицензии класса а монстром так сказать этой игры тут сразу хочу сказать что видео получится подлиннее потому что в лицензии класса а нужно проходить вот видите 8 заданий это все 8 трасс то есть полностью нужно будет пройти 8 трасс не вылетев не стукнувшись поэтому это займет больше времени так ну что не откладывая в долгий ящик начнем уже наиграли 21 день внутриигровой месяц так ну для затравки трасса high speed ring скоростная более-менее простая так что за машина будет а грифис английский так ну что приступим а еще что хотел спросить у вас отпишитесь от какого вида мне лучше играть по большому счету мне с разницей какого вида играть может быть кому-то больше нравится ближе чтоб машина была либо салона то тут нету как бы вот здесь камера как будто на бампере стоит может быть реалистичнее будет бампер играть да это уже шикарно-помощнее что же надо управлять заднеприводная мощная здесь у нее недостаточное поворачивание так смотрим прошел на бронзу ничего страшного так продолжаем что у нас дальше ох ночная трасса по выдуманному городу прошу прощения спешил стейчер 5 я так думаю это наверно разработчики японские может даже какой-то район и стокио для только мои догадки помню как те годы ну вот в конце 90-х популярность гран туризма гран туризма и нефоспидов фанаты гран туризма очень жаждали получить освещение освещение из фар реалистично ну насколько это было возможно именно а разработчики как-то не горели желанием прикручивать эту фишку хотя в нефоспиде это было в то же время примерно вышло нефоспид хай стейкс четвертая часть нефоспида она является наверное любимой до сих пор у меня что это как-то новые эти нефоспиды я не очень уважаю ну может быть только ход прессивы 2010 года но на тот момент хай стейкс тоже был очень классной игрой вот там можно было фары включать ближний дальний свет даже поворотники включать аварийку в общем полный господил все и с полицией там галки нужно было купать тоже классные зарубы устраивали ага сдал если честно я не ожидал думал что провал будет сложновато повторюсь разговаривать и одновременно ехать внимание располовинивать ну ничего я думаю справлюсь и со временем привыкну так на очереди у нас гранд воли спидвей это длинная версия трассы гранд воли очень интересная трасса кстати по поводу предыдущей еще трассы хотел сказать что очень мне нравятся ночные гонки вот в последней шестой части гранд туризма они просто невеликолепно там со светом поработали шикарно смотрится конечно ночные трассы в частности это будет спешл стрейчер 5 так ну а сейчас мы прошли поворот сложный сейчас красная связочка интересно интересно в первой части игры не было трасс не было трасс реальных были только оригинальные треки ой насколько я помню их тут 7 трасс ну и плюс есть вариации там короткая длинная в обратном направлении поэтому на то время было достаточно вот а начиная со второй части игры там уже появились реальные треки ну точнее один по моему всего лишь реальный трек был в второй части это владуна sega рейсовый американский трек вот вот так ладно я отвлекся от трассы трасса сложная требует предельной концентрации так это у меня была шикарно остался последний поворот не нет что ты будешь делать оказалось что будет проще так ладно так наверное помолчу потому что сложновато все таки так что говоря проходить да что такое опять вынесло чертов перфекционизм так хочется как как лучше покрасивший но не получается ведет ее на торможение так и но витеграя в то время у Гран-Туризма нам казалось, что мы уж лучше, действительно некуда. Графика именно в автогонках, в автоиграх. Ну вот, ёшкин дрын. Опять вылетел. Даже мы пройдем-то. Так вот, что казалось, что круче-то и некуда. Какой-то верх просто графического мастерства. И уж красивее играть, наверное, и некуда. Но оказалось, мы заблудрали. Хорошо. Так, первый поворот. Не нумолен. Красная связка. У нас придет кубличка Nissan, Mazda и плама. Но мы доедем на ТВ-эре. Так. Коварный поворот на входе в туннель. Еще один. Более скоростной. Опять на входе в туннель. Да, сейчас выход. Прекрасный вид. На мост. Над рекой. Тоже в шестой части, конечно, в реке, наверное, шестой. Так, остальная лужка. Довольно сложная связка. Последняя. Так. Более или менее благополучие нормали. Так. Настолько. Ту-ка мы. В прошлый раз, когда я сюда доехал, был очень оптимистичен. Так. Надеюсь, что у нас получилось. 2.03. Точнее, 2.03 тысячных. Такое почти ровное время. Ну и ладно. Бронза так бронза. Сейчас мы не стремимся к золоту. Так. Следующая трасса у нас Deep Forest. Тоже прекрасная трасса. Короткая. Но от этого не менее сложная. Очень предыдущая. Мы поуже. Есть места, где деревья прикрывают обзор. Поэтому тоже надо быть очень сконцентрированным. А, машина у нас Viper GTS. Американский мост Bukar. Многолитровый монстр. Атмосферник. Ой-ой-ой. Хм. Хм. Так. Ну ладно. Ничего страшного. Как говорится, потратили первую жизнь на этой трассе. Используем вторую жизнь. Да, хотел сказать насчет музыкального сопровождения. Очень интересные треки здесь играют. И они отличаются от, в общем, в разных версиях игры. Музыка в японской версии там была чисто оригинальная музыка. Написанная японскими игровыми композиторами. А в европейской и американской тут уже лицензированные треки играют. Да как же так? Я вроде бы в пределах трассы был все-таки. С одной стороны все связал. Ну ладно. Вот. И треки-то, надо сказать, очень такие интересные. Ну я бы, если честно, оставил бы и японские. Потому что они тоже хорошо звучат. Довольно интересные есть и логии там. Японская версия игры. В последующих частях, конечно, эти трассы есть оригинальные. И разработчики гораздо больше деталей в них добавили. Выглядят гораздо красивее, ярче. Вот. Например, мне, да и многим, я думаю, оригинальные треки Гран-Туризма нравятся не меньше, а порой даже и больше, чем какие-то реальные. То есть разработчики действительно постарались и сделали очень интересные трассы. Вот хотя бы этот Дип-Форест. Так, ну думаю, только бронза. Так, половина, насколько я понимаю, пройдена. Да, осталось 4 впереди. Пятое. Автом ринг. Или оутом ринг. То есть осенний трек. И опять же вернусь к шестой трассе, к шестой части Гран-Туризма на PlayStation 3. Блин, обалденно выглядит автон ринг. В шестой части плюс освещение там, конечно. Даже вот в пятой части не так, в шестой они молодцы, подкрутили все это дело. С освещением поработали и... В общем, не знаю, не очень нравится. Тяна такая небольшая, короткая. Это ее длинный вариант. Потому что как-то плоховато с мяточкой тут пошел. Шикарно. Я, наверное, теоретически буду перескакивать на другие части Гран-Туризма, сравнивать. Конечно, не очень справедливо сравнивать. Игры, которых разделяет 15 лет. Но все же. Еду я не на аналоге, а на кнопках. Рулю аналогом, а газ и тормоз у меня на крестике, на квадратике. Поэтому... Сложно дозировать газ. На некоторых моментах. Да и управление я все еще не совсем привык этим джойстиком. Как-то могу к чувствительности, к его аналогам привыкнуть. Так. Ага. Не уложились во времени. Что-то я не обратил внимания. Надо поднажать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, получше. Я молчал, потому что, ну, надо было сконцентрироваться. Так, очередная бронза у нас в кармане. Так, приступаем к шестой. Трил маунтам, еще одна оригинальная трасса, которая у нас есть и в последующих частях. Она, естественно, там и переработана, потому что более красивая. А, вот. У нас две машины всего, получается, здесь черебуются. Грифис с вайпером. Ну и трил маунтами проходим опять на вайпере. Ой-ой-ой, как меня мотануло. Хм. Нехорошо. Я не могу, я научиться этим аналогом охлавливать машину вовремя. Неплохой здесь трэфидрайв. Неплохой здесь трэфидрайв. Знаменитое дерево, поваленное. Раз, плюм алтан. Так, длинное, длинное. Кстати, в аркадном режиме, в европейской версии, здесь трамплиночки, а разработчики сделаны на прямой. Эти к нему отличаются в японской. Красная связка. Ну, давай, вайперюга, разгоняйся. Покажи их, если он мощь. Ну, где-то потом там можно будет срезать, а не хило. Хе-хе-хе. Но на лицензии этого не позволят. Так, ну, опять бронза. Ну, ничего страшного. Опять же говорю, если захотите, можно будет перепройти эти лицензии на золото и позарабатывать бонусные машины. Ох, вот она. Трасса Special Stage Route 11. Классная трасса. Я ее даже немножко, я ее уважаю и побаиваюсь. Вот, она сложная, длинная, плюс еще и в ночи. Вот ее мне, кстати говоря, не хватает. Я бы ее очень бы хотел видеть в шестой части Gran Turismo. Ну, и еще несколько треков хотелось бы видеть. Гран-Туризма 6 именно оригинальных из прошлых частей, которых просто бочки не добавили. Например, в четвертой части была очень хорошая трасса под странным названием Эль Кэптейн. Вот ее, она тут очень красивая, какая-то отличная. Было бы неплохо видеть в шестой части Gran Turismo. Так, вот очень сложный поворот. Сюда, сколько такая сумасшедшая просто. Ну, на незаряженных машинах ее попроще проходить, а вот на легковых гораздо сложнее. И мне еще нравится Midfield Raceway. Точно знаю, что она так называется. Это начиная с второй части. Вот, как раз Midfield Raceway. Вот, и ее было бы тоже очень хорошо в шестой части разработчиков попарить. Потом еще во второй части был трек. По-моему, он называется Grime World. Или как-то так. В общем, там с поездом. Какой-то, где ее ушко-то проложено на трассах. И там, на одной из частей трасс, там поезд. Так, ну, мне кажется, что не удастся уехать на последнее время. Давно я очень давно не ездил. И, наверное, не уложился во время. Нет, все-таки на бронзу тиснулся. Ну, хорошо, с первого раза удалось. Такую техничную трассу преодолеть. Так, что же у нас восьмое? Ага, Grand Valley 2. Это значит, в обратку. Мы ее уже проходили, а Grand Valley Speedway, это она же, но в обратном направлении. Так, ну что же, в мои периоды. Давай. Постараемся не с тобой пройти. Посмотрите, сколько зрителей пришло на меня поглазеть на то, как я сдаю нагоночную подкладку. Это очень приятно. Так, ну ладно, мы уже не пишемся, наверное, нас будет переиграть. Поддержите меня, люди. Это прекрасно. Все, во всем. Постараемся. Нет. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне всегда казалось, что в обратном направлении она сложнее, нежели прямо. Ну, я, в принципе, сейчас так же не буду. Так, ну, как стабильно. Все, прошли все на бронзу. Вот она, обалденная, красивая лицензия Международная А. Итак, поздравляю нас. Мы закончили получать все права. Теперь мы открыли все возможные чемпионаты. Теперь мы можем участвовать где только захотим. Все, со следующего видео мы начнем непосредственно проходить чемпионаты. Но прежде, естественно, мы займемся покупкой машины. Выберем, что нам взять, на чем начать прохождение. Это здесь немаловажно. Начало игры очень интересное. Вот именно становление, покупка машины. Денег у нас мало, будет не хватать. В общем, будем испытывать все сложности на своей шкуре начинающего автогонщика. Но это будет потом. Это будет в следующей серии. А сейчас хочу попрощаться с вами. С вами был российский голос Гран-Туризма. Немножко сплагиачу нашего популярного комментатора гонок. Формулы-1 известного. Ну и, не устою повторять, подписывайтесь, комментируйте, оставляйте свое мнение. Мне оно очень важно. Все буду читать, по возможности отвечать на все и мотать на уст. Делать выводы. Ну и стараться сделать видео более интересными. Ну а сейчас прощаемся. Пока-пока. Встретимся в следующей серии.